всем привет дорогие друзья сегодня буду делать пирожочки это будут очень-очень вкусные пирожки тесто просто великолепное она как пушочек получается такая хрустящая корочка очень пышная внутри при этом она не черствеет и несколько дней очень вкусно остается пирожки у меня будут с горохом и чесноком поэтому горох я отправила вариться и давайте приготовим вот такое вот воздушное тесто вместе для начала я буду заваривать немного муки и сразу добавляю соль и 3 хороших столовых ложки с горкой просеиваю муки от общего количества которые мы будем заваривать вода у меня стоит уже на огне я буду добавлять именно кипятка 230 грамм а 70 грамм у меня пойдет уже к дрожжам так что заваривать буду 230 грамм воды сюда добавляю можно сразу же сюда добавить и растительное масло я сейчас быстренько заварю а потом уже добавлю растительное масло вот такая вот красота получается если у вас чуть-чуть комочки остаются ничего страшного они потом у вас размешаются и разойдутся в тесте это вообще не страшно добавляю растительное масло и еще немножечко перемешаю чтобы она впиталась затем накрывая пленочкой встык и отправляя немножечко остыть и начну разводить дрожжи добавляю сюда 3 столовые ложки сахара точнее 2 столовые ложки сахара это у нас около 30 35 грамм и добавляю сюда же 30 грамм дрожжей и буду по-сухому их растирать сахаром так как сахар это сплошной углевод это очень крутая питательная среда для дрожжей поэтому они быстро-быстро начнут потом у нас работать они быстренько превращаются вот такую пастообразную массу и затем сразу же в жидкую очень быстро это происходит затем я решила добавлять дрожжам не воду а молочко поэтому оставшиеся 70 грамм водички жидкости которая у меня осталась я подогрела 70 грамм молока до температуры 35 где-то градусов чуть-чуть тепленькая добавила к дрожжам размешиваю как раз уже подостыла масса заварная добавляю к ней два желтка она должна быть просто тепленькая у вас не ждите пока она полностью остынет и еще и желтки помогут немножечко остыть пробую пальчиком чтобы она не была горячей не повредила нашим дрожжам и добавляю эту массу к дрожжам это самый сложный этап здесь получается но именно благодаря тому что мы завариваем часть муки это тесто получается и более эластичным и она не черствеет несколько дней с ним намного легче работать и она лучше склеивается и лепятся пирожочки сразу же сюда просеиваю еще три стакана муки три стакана муки у меня сюда уйдут точно остальное уже буду смотреть по ходу дела понадобится мне больше или нет у всех мука разная поэтому смотрите по ощущению вашего теста получится ли у вас лепить такого теста или нет немножечко перемешаю чтобы было удобно лепить руками и выкладываю на стол и буду замешивать тесто тесто вот такое вот получается оно уже не мягкое после трех стаканов муки но еще немножко липкая это именно из-за заварной основы поэтому подпыляю сюда муку в общем у меня ушло три с половиной стакана муки вот такая вот красота вышла посуду смазала растительным маслом отправила в нее тесто накрыла сверху влажным полотенцем и отправила в теплое место подходить наше тесто на час после того как прошел час вот такое вот пышное с кучей воздуха внутри получилось у нас тесто оно очень воздушное несмотря на то что оно довольно тяжелое из-за заварной основы все теперь немножечко буквально приминаю наше тесто я уже его не вымешиваю просто буквально один-два раза складываю и начинаю лепить пирожочки горох я отварила дала ему остыть и немножечко его еще потолкла чтобы он был однородный у меня чуть-чуть буквально его присолила кстати при варке гороха добавляю на кончике чайной ложки соды чтобы он быстрее и лучше разваривался и вот такая вот масса у меня получилось гороховая не удивляйтесь у нас очень часто делают пирожки с горохом и это очень вкусно с чесноком это вообще бесподобно выкладываю начинку и как говорит мой папа немножечко наживляю а теперь уже хорошенечко прохожусь и защипываю наш пирожок чтобы начинка не вылазил конечно же пирожки вы можете делать с любой начинкой любая соленая начинка сюда подойдет будто какой-то творожный сыр с чем-то там зеленью с ветчиной неважно картошка капуста сюда подойдет к этому тесто любая соленая начинка и вот такие вот довольно крупные красавцы у меня уходят на досточку слегка подойти буквально на 15 минут на расстойку их и оставляю чтобы они чтобы дрожжи начали немножечко работать разогреваю растительное масло и отправляю их жарится масло должно покрывать до средины пирожочка хотя бы потому что они еще и подходят в процессе чтобы они у нас прожарились хорошо посмотрите какие они румяные красивые пышные какие они получаются хотя тесто у меня было раскатано буквально там я не знаю в 3-4 миллиметрика не больше а вот такие вот пышные они у меня получаются складываю пирожочки в кастрюльку и я их еще пересыпаю здесь немножечко чесноком вот горох с чесноком это очень вкусно получается мне понадобилось сюда 4 небольших зубчика чеснока я их по чуть-чуть выдавливаю после каждой партии что снимаю со сковородки по одному зубчику выдавливаю и распределяю по пирожочкам чтобы ароматом покрылись все пирожки накрываю крышкой пирожочки наши отходят и пропитываются ароматом вот такие вот вкусные яркие сочные ароматные с большим количеством начинки и очень очень вкусные воздушные пирожки у вас получатся тоже посмотрите только какие они красивые в разломе тесто пышная мягкая учитывая то что мы его раскатывали максимально тонко не забывайте конечно же поддержать меня пальчиком вверх и с вами как всегда был кекс до новых встреч пока пока